Добрый вечер! Вы перелесите Карачаево-Черкесия в студии Руслан Жукаев. Сегодня в торжественной обстановке главный документ гражданина, паспорт, вручил юным жителям республики глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. 26 школьников приехали из всех городов и районов республики. Церемония была приурочена к отню Конституции России. Подробности расскажет Мурат Джанкёзов. Торжество началось с самой главной мелодии страны, государственного гимна России, полноправными членами которой сегодня и стали юные жители республики. Многие поколения, в том числе ваши родители, ваши дедушки, бабушки, очень много сделали для развития нашей страны, для ее мощи, для того, чтобы мы по праву считались мировой державой. Я уверен, что вы еще сегодня, как школьники, все сделаете для того, чтобы наша страна и дальше развивалась, становилась еще все крепче, могущественнее, сильнее. И уверен, что каждый из вас несет определенную лепту в развитие нашей с вами страны, Российской Федерации. Вручение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни молодых людей. Этот факт знаменует для новых граждан начало взрослости и самостоятельности. Это юридический документ, удостоверяющий личность. Паспорт Российской Федерации значит очень многое. И вручая мне этот паспорт, мне дается возможность увеличивать нашу страну. Каждый раз, когда я вижу этот паспорт, я вспоминаю свою родину, Россию. То, что каждый из нас, те, кто получил этот паспорт, берет на себя ответственность за нашу страну, за ее процветание. Мы, старшее поколение, гордимся своей страной и хотим, чтобы наши дети тоже гордились нашей великой страной с великой историей. Конечно, всех хочется поздравить столетиям нашей республики, пожелать всем мира, добра, благополучия и сказать огромное большое спасибо нашему главе Тимрезу Бориспиевичу за такой прекрасный праздник, который устроил для наших детей. 12 декабря в рамках празднования Дня Конституции паспорта школьникам торжественно вручили во всех городах и районах Карачаева-Черкесии. В свою очередь, школьники, которые получили паспорта, дали торжественную клятву. Клянемся быть достойными памяти наших земляков, которые отдали свои жизни за независимость нашей Родины. Клянемся! 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 Мурат Жантьюзов, Алибастанов, Вести Карачаева-Черкесия. В День Конституции России спикер парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов поздравил земляков и вручил почетные грамоты Народного собрания отличившимся. Среди награжденных представителей различных отраслей республики, силовых и надзорных ведомств. Каждый из вас своим трудом вносит большой вклад в развитие и процветание Карачаева-Черкесии и всей России. Спасибо вам за ваш труд и профессионализм во благо Отечества, сказал Александр Иванов. Также почетные грамоты Президиума Народного собрания выручил и первый заместитель спикера Дагирс Макуев. Он также поздравил собравшихся и подчеркнул, что Россия великая страна и в наших силах сделать ее более экономически сильной и независимой. Всего в этот день были награждены 30 человек. Среди них и жительница Кабардино-Балкарии, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора Карачаева-Балкарской литературы Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарский научный центр Российской Академии наук Тамара Беттирова. А сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии дождь и мокрый снег, в горах сильные осадки. Ветер ночью юго-восточный, а днем северные 5-10 метров в секунду. В горах будут порывы до 11-14. Температура ночью минус 3 плюс 2, а днем 2-7 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесске небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер ночью юго-восточный, а днем северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1 плюс 1, а днем 2-4 градуса выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+. 5-8-5 золотой. Лучший момент. Сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом. Всего от 4 680 рублей. Лучший момент. Сейчас. 5-8-5 золотой. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Меньше суток осталось до прямого эфира с главой республики Рашидом Тимрезовым. Год назад за полтора часа в студии телевидения ГТРК Карачаева-Черкесия прозвучали 44 вопроса. Всего же до и во время эфира специалисты колл-центра приняли около 1 тысячи вопросов и обращений. О том, что удалось реализовать, расскажет корреспондент Артур Мкце. Для руководителя региона декабрьский прямой эфир – это не только способ донести до населения итоги проделанной за год работы, но и возможность выслушать от граждан пожелания на ближайшую перспективу. Прошлая встреча в этой студии помогла получить около 1 тысячи вопросов на самые разные темы. И хотя полуторачасовой формат эфира не позволил озвучить все обращения, подавляющее большинство из них стали основой для поручений главы республики. Так продолжается ремонт автомобильной дороги Майкоп-Карачаевск. За последние пять лет к нормативному состоянию приведены около 40 километров. В настоящее время ведутся работы на участке протяжённостью около 6 километров, который проходит через станицу Преградную. Завершить ремонт трассы планируется до конца 2024 года. Несколько прозвучавших год назад вопросов касались переселения граждан из аварийного жилья. На данный момент в республике более трёх тысяч человек уже получили квадратные метры в новых многоэтажках, построенных по федеральной программе. Очередники из Черкеска были переселены в одну из новостроек, расположенных в северном микрорайоне. Все квартиры сданы под ключ. В них есть всё, что необходимо на первое время. Санузел, электрическая печь, стеклопакеты на окнах и лоджиях. Поверьте, что в ближайшее время этот микрорайон станет одним из самых современных и самых, понятно, молодых в нашей республике, в нашем городе. Мы уверены, что здесь будут созданы все условия для комфортной и качественной жизни. Действительно, в северном микрорайоне продолжается ввод в эксплуатацию социально значимых объектов. Так, в дни празднования столетия Карачао-Черкесии здесь открылся центр дополнительного образования для одарённых детей. А на базе филиала городской поликлиники заработали ряд учреждений здравоохранения. Наркологический диспансер, центр здоровья, отделение, служба медицины и катастроф. Кроме того, неподалёку, то есть в районе завода РТИ, наконец-то полностью достроен парк, в котором для различных категорий населения созданы все условия, чтобы с пользой для души и тела проводить свободное время. Весной следующего года мы планируем заняться озеленением данной территории. Будет завезён чернозём, посажен зелёный газон и планируем посадить около ста деревьев. Выполнено и обещанное во время прямого эфира открытие республиканского стадиона «Нарт». Его запуск в эксплуатацию состоялся накануне празднования столетия Карачао-Черкесии футбольным матчем «Легенд Спартака» с поклонниками футбола из нашего региона. Кроме того, на вязанном рынке в Черкесске устранена проблема с парковочными местами. Арендодатели выделили под них дополнительную территорию, а также устранили протечку кровли и заасфальтировали площадь рынка. Также после дополнительных консультаций с автоинспекторами в региональной столице создано одностороннее движение по улице Ворошилова от Умара-Алиева до Первомайской. По многочисленным просьбам жителей Черкеска для юных воспитанников секции единоборств, которые занимаются при 16-й гимназии, был приобретён спортивный инвентарь. Теперь у ребят есть куда больше возможностей для повышения результатов. Глава Карачао-Черкесии во время прошлогоднего прямого эфира подтвердил, что в регионе и дальше будет продолжена поддержка подсобных хозяйств по созданию на территории муниципальных районов садов интенсивного типа. Садоводческие организации с большим энтузиазмом взялись за дело. Тем более, что теперь это ещё и реализация важнейшей задачи импортозамещения. Также после обращения к главе региона ценителей творчества фотохудожника, ветерана Великой Отечественной войны Константина Ткачёва, в Республиканской картинной галереи была организована его персональная выставка. Разумеется, это далеко не всё, что было реализовано в Карачао-Черкесии после прошлогоднего эфира с Рашидом Темрезовым. Часть обращений от жителей также выполнены. Другие – на стадии реализации и находятся на личном контроле у главы республики. Стоит добавить, что с каждым годом всё более популярным становится формат общения, при котором у людей есть возможность напрямую задать вопрос руководителю региона и получить обстоятельный ответ. Ближайший эфир пройдёт 14 декабря в 16.30. Его можно будет увидеть на платформе «Смотрим». Артур Мухце, Вести, Карачао-Черкесия. Подготовка к прямому эфиру с главой республики – технически сложный процесс. Сейчас на студии ГТРК Карачао-Черкесия идут последние приготовления. Настраивается освещение, звук, проверяется всё необходимое оборудование. За кадром остаётся работа десятков людей – режиссёров, звукорежиссёров, осветителей и многих других. А специалисты колл-центра готовы принимать все поступившие звонки и обращения к главе республики. От слаженности действий всей команды зависит конечный результат. Именно его и видят в эфире телезрители. С прямого эфира, конечно, глава республики не сможет ответить на все вопросы, но все они будут переданы в правительство, и на каждый будет дан письменный ответ. Поэтому обязательно присылайте, звоните, можно присылать также и видеообращения. Также в программе будут принимать участие и члены правительства, а также главы городов и районов. Поэтому ни один вопрос не останется без внимания. Вопрос обеспечения безопасности и защищённости граждан на курортах Карачао-Черкесии является одним из самых важных. В знаменитых курортах Архыза и Домбай прошли тактико-специальные межведомственные учения, во время которых отрабатывались возможные ситуации, которые могут возникнуть в условиях реальной опасной ситуации. Алла Качиева подробнее. Безопасность гостей и жителей Карачао-Черкесии превыше всего. Туристическая отрасль в республике активно развивается. В последние годы поток туристов вырос в разы. И традиционно в преддверии горнолыжного сезона представители противопожарной службы, поисково-спасательного отряда МЧС России, Министерства туризма, курортов, молодёжной политики, МВД и других экстренных служб проводят учения по отработке действий на объектах туристко-рекреационного комплекса. Во всесезонном популярном курорте Архыз прошло три этапа тренировки. По замыслу в посёлке Романтик в одноимённой гостинице произошло возгорание. Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой помощи, представители газовой службы и электросетей. Силами подразделений произведена локализация и последующая ликвидация пожара. При помощи автолестницы сотрудники МЧС быстро эвакуировали условно пострадавшего с третьего этажа и передали в руки медицинских работников. На втором этапе учений были отработаны действия спасателей по эвакуации и спасению туристов в случае остановки канат на кресельной дороге. Причинами возникновения такой ситуации могут стать и отключение электроэнергии и погодные условия. Порой счёт идёт на минуты. Именно поэтому спасатели должны действовать чётко и слаженно, что и было продемонстрировано на учениях. На третьем этапе спасатели успешно вызволяли лыжника и снежного плена. После завершения тактико-специальных учений состоялось совещание, на котором члены комиссии подвели итоги. Межведомственные тактико-специальные учения прошли в Донбае. Мероприятия проводились в целях проверки готовности сил и средств взаимодействующих организаций к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, согласованности действий при поиске и спасении людей во время зимнего туристического сезона. Учения прошли на пяти учебных точках. В рамках тренировок был проведен строевой смотр группировки сил и средств. Проинспектированы пожарно-спасательные подразделения. Практические мероприятия спасатели провели и на канатно-кресельной дороге на склоне горы Муса-Ачтара. После практических мероприятий организаторы и участники учений провели совещание, где обсуждались вопросы, связанные с обеспеченными безопасностью прибывающих в республику туристов. Было отмечено, что все подразделения справились с поставленными задачами. Алла Качиева, Вести Карачаева, Черкесия. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Тайны следствия». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»